В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Участок Люздорской дороги недалеко от перекрестка с Адмиральским проспектом залило водой. Причина чрезвычайного происшествия стал прорыв водопровода диаметром 450 миллиметров. Ремонтные бригады, которые прибыли на место, не смогли сразу приступить к ликвидации аварии. Они ждали патрульную полицию для перекрытия движения транспорта. Кроме того, необходимо было демонтировать рекламные конструкции, которые продавили водовод. В инфокс водоканале отмечают, что специалисты компании Евроборд для демонтажа билборда не прибыли, чем крайне усложнили аварийные работы. На ремонт водопровода, говорят рабочие, потребуется около суток, поэтому несколько десятков близлежащих домов в настоящее время находятся без воды до вторника. Водителя, которого следствие считают виновным в смертельном ДТП на трассе Одесса-Рени, отправили в СИЗО на два месяца. На такой мере пресечения настаивал прокурор, так как подозреваемый уже имеет судимость и сейчас находится на испытательном сроке. Кроме того, он находился за рулем, не имея водительских прав. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, несмотря на то, что у мужчины на содержании находится шестеро несовершеннолетних детей. Сейчас у него сломаны ноги. На заседание подозреваемого привезли в карете скорой помощи. Он продолжит лечение в одной из одесских клиник, но будет находиться под конвоем. Подозреваемый выразил сожаление, что стал участником страшной аварии. В свое оправдание заявляют, что пытался разойтись со встречным авто. Я не помню, я ехал, мне шестерка на встречку пошла. Я начал вилять. Все, больше я ничего не помню. Я очень сожалею. Мне жалко этой девчонке. Мама ее умерла. 31 января на трассе Одесса-Рени произошло масштабное ДТП. Легковое авто столкнулось с маршрутным микроавтобусом Килия-Одесса. В результате пострадали 14 человек, а двое погибли – 40-летняя женщина и 14-летняя девочка. Водителю БМВ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Отмечу также, что в субботу количество жертв ДТП в Авидеопольском районе, где столкнулись фура и микроавтобус, возросло до трех человек. От полученных трав, не приходя в сознание, скончался водитель микроавтобуса. Новый ремонт дорог и перекрестков с заменой трамвайных рельсов начнутся уже в марте. В договоре с подрядчиком указаны сроки работ до конца 2020 года. Однако чиновники обещают закончить реконструкцию намного раньше. Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета оголосило тендеры на капитальный ремонт улицы Софиевская, а также двух перекрестков с трамвайным движением на углу улиц Прохоровская и Мясоедовская, а также проспекта Небесной Сотни в районе аэродрома Школьный. Общая сумма тендеров составит 183 миллиона гривен. Электронный аукцион должны провести до 19 февраля. Срок ремонтных работ с марта 2019 года по декабрь 2020. На некоторое время движения 13 и 28 трамваев могут приостановить, как альтернативу чиновники рассматривают подключение льготных маршрутных такси. Технология там на улице Парабженской, которую вы видели, да, там укладываются на основание уже готовые бетонные плиты, в которые уже там проводятся рельсы. И вот, собственно, эта технология, которую мы используем до сих пор. Технология, которую мы пытаемся применить на этих перекрестках, то есть занимает следующее. Осуществление бетонного основания под рельсы трамвайные на месте. Мы делали большую работу по Пятой Фонтану и в том числе не работали тогда, вы знаете, трамваи. Мы тогда нашли компромиссы, обеспечивали подвоз людей транспортом по другим маршрутам. То есть я к чему все веду. Когда у нас уже будет понимание объема работы, естественно, мы это, во-первых, будем делать на этапах, как, например, на той же Пятой Фонтану. То есть будет, скорее всего, частичное перекрытие рядов. Более точные сроки мы будем, наверное, определять из того, какие объемы нужно будет первоочередные делать подрядчику на первом этапе и какие первоочередные работы будут на втором. Почти 130 миллионов гривен такую сумму выделили на капитальный ремонт Решильевской из городского бюджета. Работы должны были закончить к концу прошлого года, но не вышло. Коммунальщики до сих пор устанавливают светофоры и занимаются ремонтом тротуара. Александра Явник продолжит тему. Ремонт улицы Решильевской начали еще осенью 2017 года. Заменить планировали все светофоры, контактные сети, плитку. Работы закончились, но, судя по качеству ремонта, совсем скоро придется задумываться о новом. Вот такую тактильную плитку уложили на отремонтированной Решильевской. Не прошло и года, как тротуар можно разобрать по частям. Под опорами освещения до сих пор лежат груды камней и мусора, а некоторые светофоры держатся буквально на честном слове. Пешеходный светофор, который сзади меня находится, мало того, что его поставили посреди пешеходной части, так он еще держится на четырех болтах, под ним зазор, то есть нет никакой бетонной подосновы. Еще одним поводом для недовольства горожан стало фактическое отсутствие тротуаров. Часть пешеходной зоны опустили до уровня дороги и сделали многочисленные карманы для парковки. Когда начали эту реконструкцию, то тротуар переполовинили и нарезали парковочные карманы, которые не знаю, зачем они здесь, кому они здесь нужны. Когда весь цивилизованный мир, наоборот, увеличивает пешеходные пространства, когда во всем цивилизованном мире в приоритетах на первом месте пешеход, у нас на этой улице просто добавили 100 парковочных мест. Главным достоинством Решильевской после ремонта по праву можно считать люки. На улице они есть двух типов – обычные и люки с сюрпризом. В начале января репортер уже рассказывал о ситуации с люками над реставрированной улицей. Тогда корреспондент для чистоты эксперимента приобрел и принес в ЖКС Портофранковский новую крышку, чтобы работники могли установить ее. Прошло три недели, но нашим подарком никто так и не воспользовался. Видимо, дело должно дойти до несчастного случая. Александра Явник, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Тем временем стало известно, что склон под Одесской мэрией планируют укрепить. Как сообщили в городском управлении капитального строительства, соответствующие заключения об угрозе сползания земли в этом участке было получено в профильном институте сейсмологии. Планируется установка подпорных стен и дренажной системы. В процессе проектирования, реставрации здания Старой Биржи, то есть нынешней мэрии, было сделано инструментально обследование сейсмической устойчивости этого здания. И данные были направлены в НИИСК, а также в экспертизу. Согласно рекомендации экспертизы и НИИСК профильного института по сейсмике, было рекомендовано произвести расчет устойчивости склона, который показал необходимость строительства подпорных стенок, а также дренажной системы, которая уменьшит обводненность грунтов вокруг здания. Пока что сползаний не наблюдается. А вот склон на 16-й станции Большого фонтана, который примыкает к санаторию Одесски, вновь напомнил о себе. Кроме уже отколовшегося края, на нем появились новые опасные места. Недавно в районе Маячного переулка прямо напротив склона начались строительные работы. Еще год назад опасения вызывал вот этот отколовшийся участок склона на 16-й станции. Сейчас он буквально нависает над пляжем. Тогда в Горсовете заявили, что знают о проблеме и назвали сразу несколько решений данного вопроса. Среди них залить связующим раствором вот эту трещину или вовсе подрезать этот склон. Как видим, ни того, ни другого сделано не было. И вот в начале нового года на проблемном склоне возникла новая трещина. Пока она небольшая, но в длину она достигает около 20 метров. В строительной инспекции заявили, что проблемой опекается департамент экологии. Сегодняшний день мы проводим проверку. Что могу сказать? Что есть государственный акт, на данный земельный участок, принадлежит он ТОВ Маячному. Сейчас мы проводим проверку, на основании чего начаты были подготовительные работы. Кроме того, там были вырублены деревья. Нами уже подготовлено соответствующее обращение в управление экологией. После прохожения проверки мы скажем больше информации. В то же время одесские активисты утверждают, что трещина – это свидетельство того, что склон нуждается в срочном укреплении. Он уже не выдерживает текущих нагрузок. Грунт постоянно уходит под воду, и его нужно обязательно укреплять перед таким большим строительством. Если вы заметите, что там, кроме санатория Одесского, в том районе нету больших зданий. И то санаторий Одесский, у него где-то метров 100 от склона. И то там надо спросить у этого коменданта этого здания, потому что по моей информации там тоже идут трещины по зданию. Это строительство, которое намечается, оно будет метров 20 от склона или 30. А пока же остается надеяться, что коммунальные службы возьмутся за решение вопроса аварийного склона еще до начала курортного сезона. Строительство велопешеходной эстакады на трассе «Здоровье» в районе 10-й станции Большого фонтана затягивается. Как рассказали в городском департаменте дорожного хозяйства, в проект строительства включили трехэтажный паркинг, админздание с туалетом, трансформаторную с распределительной подстанцией и теннисные корты. Сдать объект планируют к началу курортного сезона. Основная там монолитная железобетонная часть готова. Сейчас остались по ней вопросы, это именно стыковки с обоих сторон, то есть уже выход на, собственно, на наземное сооружение. Это насыпи, это вот такого момента. Плюс по завершению всего этого будет сделан уже непосредственно финишный верхний слой покрытия эстакады. Ведутся работы по освещению ее, то есть установлены уже опоры, освещение, светильники. Чтобы построить паркинг, съезд эстакады на дорогу выполнили в виде резкого на 90 градусов поворота. Кроме того, проект подкорректировали из-за четырехэтажного админздания. Эстакаду пустят ближе к морю. Не исключено, что в ближайшее время проект ждет еще одна корректировка, связанная с необходимостью обхода морской симфонии. Пока дорога в том месте упирается в холм. Работы по средней террасе, как мы ее называем, продолжаются. И на сегодняшний день проходят консультации с проектными организациями, конструкторскими, для того, чтобы решить тот момент у холма, который вы говорите. За прошлый год количество получателей субсидий в Одессе сократилось почти на 40%. Об этом сообщила директор городского департамента соцполитики Елена Китайская. Если в 2017 году 371 миллион гривен субсидий получили 53 тысячи одесситов, то в прошлом году 31 тысяча горожан оформили льгот на 248 миллионов. По словам чиновниц, уменьшение произошло из-за роста пенсии, а также из-за изменений в правилах получения госпомощи. Это связано, во-первых, с увеличением размеров пенсии, размером минимальной заработной платы, которые включаются в доход при рассчитывании субсидий, а также, я уже сказала, что это была изменя порядка призначения и уменьшение социальных нормативов, на которые нараховываются субсидии. В Одессе стартовала неделя профилактики онкозаболеваний. Каждый желающий может бесплатно сделать маммографию и дерматоскопию, а в урологическом отделении 10-й больницы мужчины могут пройти диагностику на рак простаты. Кроме того, что будут проведены профилактические осмотры, то есть каждый пациент, каждый житель нашего города может обратиться в любой центр первичной медико-санитарной помощи, где ему будут достаточно квалифицированно проведены профилактические осмотры. Если необходимо, будут их направлять на консультацию к узким специалистам-онкологам и наблюдать дальше за этим пациентом. Ежегодно в Одессе регистрируют около 3000 случаев онкопатологии. Риск заболевания составляет 25% у мужчин и 18% у женщин. Наиболее распространенные виды опухолей, рак лимфатической системы, рак шейки матки, легких желудка, молочной железы и рак кожи. За последние два года наблюдается положительная динамика выявления онкозаболеваний. Количество больных онкозаболеваниями, оно также растет, как и во всем мире и в Украине, но выявляемость стала лучше. То есть выявляемость ранних форм рака, это первая-вторая стадия, запущенных форм стало меньше. Каждый семейный доктор на сегодняшний день оснащен, во-первых, дерматоскопом. Это тот прибор, который позволяет выявить онкозаболевания кожи достаточно на ранних стадиях. Конечно же, это профилактические осмотры молочных желез у женщин и у мужчин, как сказали, для профилактики и выявления рака молочной железы на ранней стадии. Диагностика заболеваний щитовидной железы. Врачи рекомендуют ежегодно проходить медицинский осмотр. Люди, которые попадают в группу риска, должны обследоваться чаще – раз в полгода. Одесский боксер Энрико Гагохи одержал десятую победу из десяти боев на профи ринге. Соперником одесситов поединке был бразилец Витор Джонс, у которого за спиной более 15 побед и 4 поражений. Гагохи, выступающий в весовой категории до 64 килограммов, уверенно продержался два первых раунда, а в третьем точным ударом левый в туловище отправил соперника в нокаут. Черноморец впервые провел гранд-финал по киберфутболу FIFA 19 в режиме Ultimate Team, где участники могли задействовать игроков, купленных за собственные средства. Восемь сильнейших киберспортсменов страны были отобраны по итогам онлайн-этапов, в которых приняло участие около 500 человек. В битве за золото сошлись профессионалы, которые входят в мировую топ-сотню. Они вложили в составы по 5 тысяч долларов. На поле у финалистов выходили такие легенды, как Эйсебио Руд Гулит, Кларен Зеффорд и многие другие. Уступая в серии со счетом 0-2, Днепрянин Александр Гришай совершил камбэк и победил киевлянина Алексея Мерсера со счетом 3-2. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!